всем привет неужели возможно хранить игрушки в детской без бардака возможно поделюсь своим опытом главные принципы хранения избавиться от лишних вещей и чтобы у каждой вещи было свое понятное место хранения откуда ее легко достать и положить обратно все игрушки и книги я хорошенько сортировала перед переездом приехали милые удобные коробочки распакую и покажу что получилось у нас удобный стеллаж и в каждой ячейке я сгруппировала игрушки по категориям легко найти нужную вещь легко достать набор игрушек сразу в коробке и легко после игры разложить игрушки по своим местам все мягкие игрушки хранятся здесь все куклы и аксессуары к ним хранятся только в этой коробке все для рисования и лепки хранится здесь моя анюта обожает рисовать и лепить и все принадлежности для этого собраны здесь карандаши и раскраски мягкий пластилин и доска для лепки периодически заглядываю сюда и незаметно выбрасываю лишнее все лего хранится здесь основной золотой запас хранится по ее брата в комнате можете посмотреть по всплывающей ссылке наверху а у нее пока не такой острый интерес книги в стеллаже два отсека меньшей глубины здесь хранятся маленькие книжечки а большие книги я тоже сложила в коробку выглядит опрятнее посмотрим удобно ли это в использовании коробка с сюжетными играми касса и кухонные наборы то что актуально ей прямо сейчас предполагаю что со временем интерес уйдет и здесь будет другое содержимое я очень довольна как получилось легко найти нужную вещь легко достать набор игрушек сразу в коробке и легко после игры разложить игрушки по своим местам дальше покажу хранение одежды а вы пока подпишитесь на мой канал нарядная одежда хранится в шкафу на вешалках под ней контейнер с отсеками тут хранятся девчачьи штучки для волос и полотенчики на нижней полке шкафа редкие настольные игры и сумочки и рюкзак остальная одежда хранится в комоде очень удобное решение с выдвижными ящиками все перед глазами вещи легко достаются намного удобнее внизу размещать выдвижные ящики они полки я давно практикую вертикальное хранение колготки сворачиваю таким образом и храню в отдельной коробке здесь же хранится белье и носочки верхнем ящике самые часто используемые мелочи среднем ящике хранится одежда для дома в нижнем уличная одежда и одежды для садика с понятной системой организации хранения намного проще поддерживать порядок детской комнате ребенок знает где что хранится после игры понятно куда какую вещь складывать хранение вещей логично и системное а как мотивировать ребенка на поддержание порядка в его комнате это уже совсем другая история дайте знать если интересно если вам понравилось мое видео я пойму это по вашим лайкам и комментариям спасибо что вы такие активные обзор детской комнаты можете посмотреть других видео до встречи